Но Trust.com представляет Онлайн покер. 11 ошибок игроков Сегодня онлайн покер привлекает много людей. Онлайн покер приносит стабильный доход профессиональным игрокам. Онлайн покер позволяет зарабатывать покер-румом и различным сайтом о покере. Начинающие игроки в покер и большинство регулярных игроков даже не догадываются о том, что не используют все существующие возможности онлайн покера. И это приводит к снижению профита. Это ввод не об обучении игре в покер. Здесь не будет анализа раздач или линии розыгрыша на постфлопе. Вы не увидите привычного для себя ввода, который смотрите как кино. Здесь будет рассказано о том, о чем тщательно умалчивают некоторые покер-румы и о чем не пишут на сайтах о покере. То, что вы увидите в этом вводе, не является вымыслом. При достаточном опыте и желании вы сможете проверить это сами. Информация, которая использована в этом вводе, получена из открытых источников в интернете. То, что будет рассказано далее, может нанести вред недобросовестным покерным сайтам. Просмотр данного ввода не обязывает вас к каким-либо действиям, но этот ввод заставит вас задуматься над вашей игрой в онлайн покер. Возможно, некоторые моменты в этом вводе покажутся вам очевидными и простыми, а что-то сложным или непонятным. Но только понимание всего, о чем будет рассказано, позволяет некоторым игрокам быть намного успешнее вас и зарабатывать хорошие деньги. Осознание вам и всего увиденного в этом вводе позволит вам добиться успеха намного раньше, чем вы можете этого ожидать. В этом вводе будет рассказано об 11 ошибках игроков в онлайн покер. И начнем мы с простого. Первая и самая главная ошибка игроков в покер – это переоценка своих возможностей, это отсутствие необходимых личных качеств. К таким личным качествам относится уровень вашего интеллекта. Покер – это интеллектуальная игра. Пройдите любой онлайн-тест на IQ, и если результаты окажутся ниже средних, вам лучше не играть в покер. Как бы вы ни старались, вы всегда будете в проигрыше. В то же время, если уровень вашего интеллекта выше среднего, вы легко добьетесь успеха в покере. Высокий уровень интеллекта позволит вам иметь преимущество над слабыми игроками в любой ситуации. Следующее важное качество, которым обязан обладать успешный игрок – это высокая эмоциональная устойчивость. Если вы эмоциональный человек и не можете сдерживать эмоции при проигрыше, вы никогда не добьетесь успеха в покере. Каждый раз, впадая в тилт, вы будете проигрывать все больше и больше. Только трезвый рассудок и хладнокровный расчет позволяют профессиональным игрокам принимать выгодные решения. Плохая краткосрочная память и наблюдательность будут причиной ваших неудач. Игра за столом содержит огромное количество информации. Вы должны видеть и помнить все происходящее за столом. Все, начиная от тайминг тэлсов, размеров ставок, до каких-то особенностей в раздаче с противником, произошедшей 20 минут назад. Все это является важной информацией. Если вы не владеете ей, вы принимаете ошибочные решения во время игры. Математика – это основа покера. Вы можете обладать хорошей интуицией, но плохое знание математики, теория вероятностей или неумение быстро считать в уме делают вас плохим игроком. Если вы преувеличиваете свои возможности, вы совершаете ошибку. Это серьезный повод, чтобы задуматься над своей игрой в покер. Вторая ошибка игроков в покере – это игра своих двух карт. Все новички концентрируют свое внимание исключительно на розданных им двух картах. Многие книги рекомендуют диапазоны стартовых рук и некоторые стандартные стратегии розыгрышей на постфлопе. Это замечательно, но кроме этого существует еще несколько важных факторов, которые должны вами учитываться при игре. Это ваша позиция за столом, наблюдение за игроками и особенности их игры, наблюдение за динамикой игры. Чем лучше вы знаете противника в игре, тем более выгодной становится ваша игра против него. Вы можете использовать все его недостатки для увеличения своего банкрола. Иначе ваши недостатки будут использовать против вас. Каждый начинающий регуляр, сразу же после освоения покерных комбинаций, начинает играть на нескольких столах. Очевидно, он предполагает увеличить свой винрейт за счет игры только сильных стартовых рук. Однако зачастую это оказывается далеко не так, и игра становится не прибыльной, а наоборот убыточной. Причину неудачам пытается объяснить даунстриком, и в этом его ошибка. Играя за одним столом 6 макс, вы должны наблюдать за 5 игроками. Но играя за 4 столами, вы вынуждены наблюдать за действиями уже 20 человек. Не каждый человек способен настолько сильно концентрировать внимание. И поэтому вместо увеличения винрейта, вы получаете плохие результаты, если не ужасные вообще. Игра на нескольких столах ради игры двух карт вашей руки – главная ошибка начинающих регуляров. Это первый уровень мышления. Переходите на второй уровень. Думайте, о чем думает ваш противник, а не о своей стартовой руке или силе вашей комбинации. Используйте всю информацию за столом. Наблюдайте за действиями противников. Научитесь получать преимущества над ними, и только после этого открывайте дополнительные столы. Если вы играете в ноль и живете за счет рейкбека, подумайте. Сокращение количества открытых столов может помочь вам улучшить вашу игру. Если вам скучно играть мало столов, перейдите на два лимита выше. Это развеет вашу скуку. Третья ошибка игроков в покере – это игра на микролимитах. Большинство игроков задерживается на микролимитах достаточно долго. Играя в микролимиты, вы никогда не научитесь играть в хороший и прибыльный покер. Уровень игры на этих лимитах безусловно низок, но профит от них просто смешон. Стремитесь как можно быстрее подниматься по лимитам. Цените свое время. Играйте на таких ставках и таких боинах, на которых профит с учетом рейкбека будет иметь весомое для вас значение. Бессмысленно проводить по 8 часов в день на NL10 ради 200 долларов в месяц. Потратьте это время на что-нибудь более полезное. Многие игроки считают, что игра на более высоком лимите, чем тот, на котором они играют, всегда более сложна и требует каких-то особых знаний. Это не так. Рост сложности игры происходит медленнее, чем рост ставок. Вы можете найти игроков, играющих хуже вас, на лимитах выше. Если вы не играете с ними, вы совершаете ошибку. Уровень ставок может выбираться игроком, исходя из его банкрола или уровня его доходов. Но это не значит, что он будет отражать уровень его игры. Подумайте, что выгоднее. Игра на 4 столах с низкими ставками и тайтовыми игроками за столами или игра за одним столом на более высоких ставках, где за столом несколько слабых игроков. Четвертая ошибка. Игра в разные типы игр. Некоторые игроки пытаются миксовать разные типы игр. Переключаясь с турниров на кэш или с холдома на амаху. Это грубейшая ошибка. Эти игры имеют разную математическую теорию и совершенно разные стратегии игры. Профессиональные игроки миксуют игры и это позволяет им тоньше понимать игру. Это отлично тренирует навыки чтения противников. Но это слишком сложно для новичков и не дает им никакой пользы. Определите, какая игра вам больше нравится и добивайтесь успеха именно в ней. Если вы играете в разные виды покера на начальном этапе своей покерной карьеры, вы не сможете добиться успеха в покере. Пятая ошибка. Игра без использования программ покерной статистики. Вы не добьетесь успеха без использования программ покерной статистики. Это мощный инструмент, который дает огромное преимущество игроку, умеющему им пользоваться. Использование этих программ разрешено покер-румами. Покер-трекер или холды-менеджер позволяют выводить десятки статистических параметров прямо на стол, где вы играете. Учитесь использовать эту информацию в своей игре. Если вы думаете, что вам достаточно знать значения в пип, при флоп-рейзе или агрессии, вы ошибаетесь. Начните использовать показатели статистики в комплексе. Найдите связь между различными статистическими параметрами и вероятными диапазонами рук оппонента. Используйте в игре всесторонний анализ. Изучайте особенности игры оппонента не по общим показателям, а по каждой позиции и каждой улице торговли. Связывайте эти значения с динамикой игры и принимайте во внимание особенности игры оппонента против разных игроков. Начните прогнозировать его действия и используйте это для принятия оптимальных решений. Это не простая задача, но тот, кто умеет ее решать, будет на шаг впереди вас. Программы статистики позволяют вам анализировать свою игру и находить ошибки. Программы статистики позволяют вам находить ошибки в игре оппонентов и использовать их. Шестая ошибка. Просмотр обучающих вводов. Большинство новичков в онлайн покере смотрят все доступные вводы, какие только могут найти в интернете. Вы совершаете большую ошибку, если делаете так. Это вводы с разных лимитов игр и разных авторов. Их просмотр не дает вам никакой пользы. Просмотр ввода от опытного плюсового регуляра всегда будет бесполезен для вас, поскольку вы получаете готовую информацию. Это размышления и опыт игрока, прошедшего определенный путь для осознания им того, о чем он пытается рассказать вам в вводе. Вы не измените ступенчатый уровень своей игры после просмотра ввода. Уровень вашей игры развивается постепенно, и сколько для этого потребуется времени, зависит только от вас. Для лучшего понимания проблемы приведу пример. Представьте, что вы решили получить образование юриста. Для этого нужно пройти обучение в университете в течение пяти лет. Но вместо того, чтобы начать обучение с первого курса, вы приходите на занятия четвертого курса и пытаетесь что-то понять. Принесет ли вам это пользу? Очевидно, что нет. Для того, чтобы занятия старших курсов были для вас полезными, у вас должны быть знания с предыдущих курсов. Просмотр обучающих вводов от разных авторов и с разных лимитов игр аналогичен посещению занятий разных преподавателей для разных курсов. Это дает вам больше вреда, чем пользы. Лучшим решением для новичка в покере будет просмотр вводов какого-то одного автора. Автора, который записывал вводы с самого начала своей покерной карьеры и добился успеха. Автора, который спрашивал на форумах, будучи сам новичком. Только так, видя путь его развития, учась на его ошибках, вы сможете добиться успеха в максимально короткие сроки. Седьмая ошибка. Игра без рейкбека. Если вы играете без рейкбека, вы совершаете ошибку. Рейкбек – это дополнительный доход от игры. Зарегистрируйтесь с реферальным кодом в новом руме и начните получать рейкбек. Как правильно выбирать рум для игры с рейкбеком? На что нужно обращать внимание, а чему доверять не стоит, будет рассказано далее. Не секрет, что даже после запрета онлайн-покера в США, игроки из США продолжают играть в онлайн-покер. Их проигрыши составляют большую часть всех денег в онлайн-покере в мире. Покер – это любимая карточная игра американцев. Сравните среднюю заработную плату в США и в вашей стране. Оцените значимость суммы в 100 долларов для игрока из США и для вас. Подумайте над этим. Игроки из США – это сладкий кусок пирога для каждого регуляра. Уровень игры этих игроков в большинстве случаев достаточно низок, независимо от уровня ставок, на которых они играют. Если вы не используете это, если вы играете в руме, в котором нет игроков из США, вы совершаете ошибку. Девятая ошибка. Игра в румах с малым или наоборот, очень большим количеством игроков онлайн. Некоторые игроки выбирают мелкие румы из-за предлагаемых высоких бонусов, высокого рейкбека или поддержки софтом рума родного языка. Может быть даже красивая графика явилась причиной выбора рума. Если вы выбрали рум по этим причинам, вы совершили ошибку. Иногда мелкие румы банкротятся, и игроки остаются без денег. В мелких румах может просто не быть игры. Игра в крупнейших румах, таких как Full Tilt или Poker Stars, с точки зрения максимального выигрыша является ошибкой. Выбирайте рум с умом. Это достаточно просто. Посмотрите на проценты игроков, смотрящих флоп на кэш-столах с шестью игроками на низких и средних ставках в вашем руме. Если он меньше 30%, смените рум на другой. Если вы не знаете, почему так важен этот показатель, найдите ответ на вопрос, что такое FPIP. FPIP – это процент добровольно вложенных денег в банк на префлопе. Если у стола количество игроков, смотрящих флоп, больше 30%, это значит, что за столом есть игроки, которые заходят на флоп с половиной раздаваемых им рук. Это очень слабая игра. Это легкие деньги, которые вы можете забирать с более сильными руками. Для примера сравним показатель уровня игры 6 макс столов NL50, двух румов Poker Stars и Absolute Poker. Оба рума принимают игроков из США. Poker Stars занимает первое место в мире по количеству игроков онлайн, а Absolute только четвертое. В Poker Stars флоп смотрят в среднем 20% игроков. А это показатель достаточно тайтлой игры. Очевидно, что за столами сидят одни регуляры, а за стол со слабым игроком выстраиваются очереди до 15 человек. Вы тоже встанете в очередь? В то же время на столах Absolute Poker процент игроков смотрящих флоп больше 40%. Это признак очень слабых игроков за столами. Из-за этих столов пустые листы ожидания. Вы все еще играете в крупнейших румах? Вы совершаете ошибку. Участие в рейк-гонках. Десятая ошибка. Вы играете в рейк-гонках? Вам нравится получать более высокий рейкбэк? Вы совершаете ошибку. Когда партнеры Poker Room стимулируют вас на большее количество сыгранных сдач, они стимулируют свою прибыль. Им не нужно, чтобы вы увеличивали свой доход за счет увеличения уровня своей игры. Им не нужно, чтобы вы регулярно выводили свои выигрыши. Это не дает им никакой выгоды. Им нужно, чтобы все, что вы выигрываете, в конечном итоге превращалось в рейк. Задумайтесь, по каким критериям выбирают победителей в рейк-гонках? По сумме набранных баллов? Сумме сгенерированного рейка? Или вашего дохода? Вас не удивляет то, что все игроки находятся в неравных условиях? Кто-то играет турниры, а кто-то кэш-игры. Кто-то большие бои, а кто-то маленькие. Как определяется победитель? Представьте, как это могло бы выглядеть в спорте для трех спортсменов, если один спортсмен участвует в забеге на 100 метров, другой в заплыве на 4 по 50 метров вольным стилем, а третий в силовом троеборье. Как тут может быть определен победитель? Кого награждать большим призом, а кого меньшим? Ничего более абсурдного придумать невозможно. Играя в рейк-гонки, вы совершаете ошибку. Вы не занимаетесь совершенствованием своей игры, вы не анализируете свою игру, а стараетесь поскорее набрать нужное количество баллов. Если вы стали генератором рейка, вы совершили ошибку. Выбор рума Высокий рейк-бэк, релоат-бонусы, рейк-гонка Это те причины, из-за которых вы выбрали рум? Это ваша одиннадцатая ошибка. Как выбрать рум для игры? Как определить, где играть более выгодно? Кому верить? Советам знакомых или рекламе на сайтах? Многие игроки не придают этому важнейшему вопросу достаточного значения. Они просто не знают, по каким критериям профессиональные игроки выбирают рум для игры. Речь идет не о звездах покера, которые имеют рекламные контракты с известными румами. Речь идет об игроках, которые остаются в тени, зарабатывая десятки тысяч долларов ежегодно. В 2010 году сайт Poker Table Ratings опубликовал информацию о средних суммах, выплачиваемой игроками комиссии за игру, о среднем рейке в разных румах. Это статистика, собранная из миллионов обработанных рук. Вы можете легко увидеть эту информацию. Она представлена в открытом доступе. Для этого зайдите на сайт Poker Table Ratings и выберите в верхнем меню Tools – Сайт Рейк Анализ. Далее, для примера, выберите No Limit Hold'em – самый популярный вид покера. В загруженной странице посмотрите на таблицу Short-Handed Six Max Столы. Это самые популярные столы для игры в кэш. В данной таблице вы можете видеть средний рейк на столах с различным уровнем ставок в самых популярных покерных сетях. Для примера проведем анализ NL50. На NL50 самый маленький рейк, то есть взымаемая комиссия за игру, берут в Cake Poker. Как, впрочем, и Full Tilti, iPokery, Party Pokery или Poker Stars. Это порядка 4-5 долларов за 100 рук. А самый большой рейк берут в сети Sirius, Room Absolute Poker. Это почти 8 долларов за 100 рук. Вы можете подумать, что сеть Cake Poker – это лучший вариант для игры. Потому что тут берут меньше всего рейка. Но это не так. Это одна из глупейших ошибок игроков в онлайн-покер. Учитесь делать выводы на основании логических рассуждений, а не того, что бросается в глаза при первом взгляде. Ведь вы хотите стать успешным игроком. Итак, какие выводы можно сделать на основании этих цифр? Пока никаких. Для этого недостаточно данных. Нам нужно знать, как начисляется рейк на NL50 в этих румах. Для этого вы можете посмотреть таблицы рейка на сайтах румов этих сетей. Вы увидите, что для 6 макс-столов NL50 во всех перечисленных румах берут одинаковый рейк. 5 центов за каждый доллар, вложенный в банк. Теперь можно сделать выводы. Почему в Absolute Poker средний рейк за 100 рук почти в 2 раза больше, чем в других румах на этом же лимите? Он больше, потому что в Absolute чаще разыгрываются большие поты. В Absolute в 2 раза больше экшена с полными или глубокими стеками. В то время, как за столами других румов, очевидно, сидят тайтовые регуляры, шорт-стеки или полустекеры. Что в 2 раза уменьшает средний размер банка на 100 сдач. И делает невозможным взымание таких сумм рейка. Если вы хотите иметь хороший годовой профит, вы должны играть там, где вам будут оплачивать ваши нации. Где за столами есть слабые игроки с полными стеками. Вы должны выжимать из игры максимум возможного. Вопрос рейка и рейкбека не так прост, как может показаться на первый взгляд. Все румы берут комиссию, которая называется рейк. А рейкбек это возврат части рейка. Все просто. Это написано на каждом сайте о покере. Но там не написано главного. Там не написано, из чего складывается ваш доход. Ваш доход от игры – это выигранный пот, минус рейк и плюс рейкбек. В этой формуле всегда есть одна неизвестная, на которой ни игроки, ни рекламные сайты не обращают внимания. Это рейк. Размер комиссии, взымаемый румом, еще более важен, чем процент получаемого рейкбека. Если вы думаете, что рейк в разных румах одинаков, вы сильно ошибаетесь. Это далеко не так. Разве ваши аффилейты не сказали вам об этом? Игроки привыкли думать, что главное в онлайн покере – это процент рейкбека. Ведь 31% кажется гораздо выгоднее, чем 27%. А 60% – это уже супер вип условия. Что же, давайте посмотрим, как это происходит на самом деле. Для примера зайдем на сайт FullTilt. Посмотрим, какую сумму составляет рейк на НЛ10. Ведь вы играете этот лимит. Для столов с количеством игроков больше 5, то есть 6 макс столы, сумма рейка составляет 1 цент за каждые 15 центов, вложенных в банк, и 2 доллара максимум. Другими словами, FullTilt берет комиссию в размере почти 7% от суммы пота. Давайте посмотрим, сколько составляет рейк на этом же лимите, например, в абсолют покере. Заходим на сайт, и что мы видим? 1 цент за каждые 20 центов, вложенных в пот. А это уже не 7, а всего 5%. Но при этом 3 доллара максимально. На 1 доллар больше, чем у FullTilt. Но не торопитесь с выводами. Ведь вы умный и думающий игрок. Я надеюсь, что это так. Итак, для начала давайте разберемся, на что влияет максимальная сумма рейка, которую может взять RUM. Для этого нужно определить, при каких условиях такое возможно. Исходя из условия, что абсолют берет 1 цент за каждые 20 центов, вложенных в пот, легко рассчитать, что размер пота, при котором можно взять рейк 3 доллара, составит 60 долларов. Как часто вы увидите пот такого размера на лимите NL10? Пот в размере 6 стандартных стеков. Я думаю, не чаще одного раза в год. Поэтому величина максимальной суммы рейка для лимита NL10 значения не имеет. А что же в FullTilt? В FullTilt максимальный рейк 2 доллара будет взят с банка 30 долларов. Давайте сравним, какой в абсолюте рейк для банка такого же размера. Для этого 30 долларов делим на 20 центов и умножаем на 1 цент. Получаем 1,5 доллара. Это ровно на пол доллара меньше, чем в FullTilt, меньше на 25%. Это значит, что абсолют покер на NL10 берет с потов размером до 300 больших блайндов комиссию меньшую на 25%. Не правда ли забавная математика? А теперь подумайте, сколько вы переплатите за год, играя в FullTilt 50 тысяч рук в месяц? Ответ прост. Играя в FullTilt, вы платите комиссию за игру в Rumi на 33% больше по сравнению с тем же Абсолютом. Вы думаете, это худшие условия в онлайн покере? Вы ошибаетесь. Это далеко не так. Вот таблица рейка сайта pkr.com. Здесь берут рейк в размере 1 цента за каждые 10 центов, положенные в банк. Если сравнить pkr с FullTilt и Абсолютом, pkr берет самую жесткую комиссию, которая в 1,5 раза больше, чем комиссия у FullTilt и в 2 раза больше, чем комиссия Абсолют покера. Задумайтесь над этим. Аналогичным образом вы можете провести сравнение своего рума с другими румами по величине взимаемого рейка. Пытаясь найти информацию о размере рейка на сайте своего рума, иногда вы не найдете ее там. Там может просто не быть информации о сумме комиссии в этом руме. Например, на сайте rpmpoker, входящем в сеть Merge Gaming, указаны суммы максимального рейка, но не указано, как этот рейк начисляется. Так поступают все недобросовестные румы с завышенной комиссией за игру. Если вы спросите в отделе поддержки клиентов о рейке, вам скажут, что рейк очень сложно считается и прочую ерунду. Вам предложат смотреть на заработанные баллы и т.п. Для чего некоторые румы скрывают информацию о взимаемом рейке, вы можете догадаться сами. Как узнать размер рейка, если он не указан на сайте? Легко. Зайдите в папку с Hand History и посмотрите раздачи с разными размерами банка. Подсчитайте сумму всех денег, вложенных в пот, и отнимите из нее сумму выигрыша. Разница между этими суммами и есть рейк. Обратите внимание на сумму рейка в потах разного размера. Рейк может быть нефиксированным. Он может зависеть от размера пота и быть большим в потах меньшего размера. Рейк, то есть комиссия за игру в руме, может быть разной в разных румах. И следовательно, выбор рума только по величине рейкбека действие наивное и ошибочное. Как в таком случае сравнивать доходность рейкбека в разных румах? Нужно оценивать ваш доход с учетом рейка и рейкбека. Это считается по простой формуле. Выигрыш минус рейк плюс рейкбек. Итак, в некоторых покерных комнатах, не указывающих размер взимаемого рейка, рейк может легко составлять 10% и даже больше. А для банка в 30 долларов рейк может составить 3 доллара от суммы пота. Даже с учетом рейкбека в 35% ваш доход в этом руме будет самым минимальным из обсуждаемых в данном примере. Фуллтилб берет рейк в размере 6,66% от суммы пота и также не дает максимального возможного дохода, даже с учетом официального рейкбека. Абсолют покер берет самый минимальный рейк в 5% и с учетом рейкбека в 30% позволяет получить максимальную доходность среди приведенных в примере румов. Как видите, относительно невысокий процент рейкбека иногда может оказаться более выгодным. Подумайте, используете ли вы эту возможность для увеличения своего профита. Вы все еще думаете о большей выгоде более высокого рейкбека? Хорошо. Посмотрите на таблицу рейка сайта parimatch.com Сеть iPoker Для лимитных игр с боином от 100 до 200 долларов Еще недавно действовала комиссия в размере 5 центов за каждые 20 центов ложных пот. А это ровно 25% от суммы банка. Parimatch забирал себе четвертую часть от всех потов. Это была в 5 раз более высокая плата за игру в этом руме по сравнению с Absolute Poker. Например, сегодня для лимитных хедзап игр parimatch предусмотрел ограничение максимальной суммы рейка в размере 1 доллара. А в том же Absolute действует в 2 раза меньше ограничения в размере 50 центов. Для наглядности приведу пример. Для лимитной игры со ставками 50 центов 1 доллар В Absolute Poker максимальный рейк будет взят с пота размером 10 долларов. То есть с потов 10 больших блайндов. И не изменится при увеличении размера пота. В то же время в париматч максимальный рейк в 2 раза больше. И будет взят с потов 20 долларов. Это значит, что париматч взимает дополнительную комиссию во всех потах размером от 10 до 20 больших блайндов. А это самые частые размеры разыгрываемых потов. Такая же картина возникает и при анализе других типов игр в подобных румах. Они могут предлагать сит-н-го турниры с одинаковыми байинами, но в нормальных румах это будет стандартный турнир, а в румах с высоким рейкбэком – турбо с быстрорастущими блайндами. И аналогичные этим способы применения скрытых комиссий. Задумайтесь, с каким цинизмом под видом хороших условий и высокого рейкбэка вам предлагают играть в румах с одними из самых худших условий для игры. Заключение Игра в онлайн-покер имеет много подводных камней. Ваш успех зависит от способности их видеть и принимать правильные решения. Ваш доход складывается из многих факторов, и некоторые из них не относятся к самой игре. Это румы, в которых вы играете. Выбирая рум для игры в покер, не допускайте перечисленных ошибок. Принимайте во внимание всю доступную информацию и делайте выбор взвешенно и осознанно. Ваш доход напрямую зависит от предложенных условий игры, от размера взымаемого рейка и размера рейкбэка, от уровня игры ваших оппонентов в руме. Даже количество игроков онлайн является важным критерием. Игра в покер – это состязание ума. В этом состязании всегда участвуют слабые и сильные игроки. Но кроме них в этом состязании есть и другие участники. Это покер-румы и ваши афилейты. Зарабатывать в покер можно в любом покер-руме, но ваш заработок может существенно отличаться от рума к руму. Делайте правильный выбор. Используйте все возможности для увеличения своего дохода. Этот вот записан при поддержке сайта казиноабсолютпокер.ком Субтитры создавал DimaTorzok